Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ И мы смотрим ответную игру между командами Empire и Basically Unknown В первом матче команда Empire выиграла в Basically Unknown Не сказать, чтобы это был дикий разрыв, но смотрелись Empire помощнее К концу игры преимущество порядка 20 тысяч по золоту, по экспириенсу та же ерундистика Поэтому, конечно, Empire команду Basically Unknown попросту задавили На этот раз отдают команде Empire важных, очень даже важных героев Отдают Beastmaster для Resolution и отдают для Silent Herocopter Игроки команды Basically Unknown как будто никогда не смотрели матчи Empire Даже немножко удивительно Resolution на Midlane на Beastmaster выглядит просто великолепно Silent на Herocopter тоже выглядит просто на ура Ну, посмотрим, куда заведет данная дорога команду Basically Unknown Нико забирает себе Луну Вообще, давайте по героям пройдемся Нико забирает себе Луну И Rise будет стоять на Midlane на Dragon Knight Славе будет на Скайросмаге Сто Монен будет играть на Рубике И Шачло будет на Клокверке стоять в сложной линии Со стороны команды Empire Beastmaster идет на Midlane, забирает его Resolution Алоха Дэнс берет себе Undying Always Wanna Fly Забирает себе Бэйна Уба будет играть на Queen of Pain, скорее всего, в сложной И Silent фармит на Herocopter Просто-просто решается данная задача Ну что ж, ждем появления у Beastmaster Primal Roar А у Silent появление коллдауна Примерно так и будет протекать файт Ну, там где-то и Бэйн зайдет, конечно, где-то И Tombstone от Undying Вообще, комбинация дико неприятная Tombstone от Undying, который словит всех В конкретной зоне, в конкретной локации Поливается сверху гирокоптером Его Флэк Кэноном, его Рокет Баражем Конечно же, и коллдаун от Silent по тем, кто соберется Вдруг кружком вокруг Tombstone Попытается его разбить Там, собственно, и останется Ну, мне так видится Развитие данного матча Триплу отправляет команда Empire на сложную линию Будет стоять эта трипла против триплы команды Basically Unknown И фармящий здесь будет Нико на Луне Стоманен будет его саппортить И здесь же будет славе на Скайросмаге Трипла выглядит Немножко по уверенню Команда Empire Во-первых, рассказы здесь крутые Good luck, Arise Пишет Resolution Arise будет у нас на Драгонайте Resolution будет у нас На Бесмастере Стоит на горе Resolution Угу Поприветствовали все Arise Желают ему удачи Она ему действительно понадобится По такому пику Команда Basic Unknown Ну, на самом деле Не настолько дамажащая Насколько Empire Во-первых, у Empire есть Крутые ульты У команды Basic Unknown Крутых ультов Да, в принципе, раз-два и общелся К локу до этого ульта еще Ити-идти А сам по себе Хукшот у нас Много демоджей не наносит Да, он полезный Но если твоя команда Помимо тебя Смогла нафармить Муч-мущую денег И артефактов Если нет То непонятно тогда Куда можно врываться Поэтому, конечно Сам по себе Шачло здесь не решит Arise тоже Своей ультой Разве что Чуть-чуть более живучим Станет Так, чтобы демодж какой-то И кого-то застопить Засловить Этого нет Резолюшина ульта Поинтереснее Униква Офигенный ульт Но точно такой же Офигенный ульт Здесь у Гирокоптера Ну, я уже молчу про Бейна Который БКБ В принципе Абсолютно игнорирует Ну, глянем Тут от реализации Тоже будет много зависеть Ну, со старта Конечно, пик Команда Эмпайр Больше меня радует И В большей степени Радует Потому что Нужным игрокам Достались нужные герои Сайлент на Гирокоптере И Резолюшин на Бестмастере В легкой линии Команда Эмпайр Соло стоит Убан На Квин оф Пейн Стоит против Шачло Начинает уже Шадоустрайком Поливать здесь Шачло Ну, и тут Немного, в принципе Вариантов Шачло Так, на Лохэп У нас здесь Стоманен Дикей от Андайенга Четыре раза Уже был проюзан 910 ХП у Андайенга Ну Бей не хочу Не четыре раза Два раза был проюзан По четверым попал Тут, конечно, Алоха Дэнс Может поиздеваться Над всеми Рубику Отпиваться И отпиваться надо Причем нон-стоп Нико бросает у нас В сон Нико, правда, здесь Стоманен сразу же Будет у нас Нико И теряет еще большую часть Хеллспоинтов Надо Рубику Прекратить эту ерунду Все-таки 435 ХП Это Извините Ну Дикей спадет Будет 500 Тоже разница Небольшая Давайте по Крипстату Посмотрим У Резолюшина 13 на 2 У Драгон Найта На котором играет Эррайс 9 на 1 У Эсфона Флай Уже Вместе Со всей командой Эмпайр Загоняют у нас Спот Тауэр Что Слави Что Нико У Эсфона Флай Кстати, на ФБ Решил отдаться Нет ФБ забирает Алуха Дэнс Убивает у нас Скайра Смага И уходит У Эсфона Флай Брейнсапа еще нет Потому что только Первый левел у нас У Бэйна Ну, теперь второй есть Правда, маны на Брейнсап Нет, надо идти отдаваться Крипам Сайлент на лоу ХП Нико, скорее всего Сайлента забирает Нет, Сайлент Отбивается батлом И разрывает Ника Ну, здесь голубями Конечно, Сайлента У нас заберут уже Это уже какая-то наглость Убивать всех И ничего за это Не давать взамен Тысячу голды В итоге Зарабатывает Эмпайр В этом файте Алуха Дэнс 660 Лично заработал Ну и Немножко Подзаработали здесь Бэйсик Леоноу Ну и 100 монет Гонит у нас Суэлли Суна Флай Еще один фраг Для Бэйсик Леоноу Рубика уже здесь встречает Резолюшн Кабан есть Через 9 секунд Будет Телекинез Так что может Не дожить просто 100 монет, топоры тоже второго левела есть Вот они и топоры Минус Рубик И Ника тоже решил пофайтиться Два кабана здесь Нику, кстати, проблемы у него сейчас будут Резолюшн по лоу граунду уходит В принципе, не проблема У него был Была руна регенерации В батле Поэтому резолюшн фуловый Может возвращаться на линию Все закончилось 4-2 становится счет Эмпайр Полторы тысячи по золоту Даже где-то близко к двум И по экспириенсу 600 Тоже в пользу команды Империя На легкой линии Эмпайр Уба 15 на 6 Шачло против него 12 на 1 Еще неплохо Клокверк смотрится На самом деле Через Рокетфлэйер Идет у нас Клокверк Помогать не только Себе фармить Но и Помогать подпушивать линию Или наоборот В файтах Где-то больше дэмэджа нанести Своим тиммейтам Ну пятый левел Есть у Клока У Убы Пятый Почти Пятый с половиной Сайлент В это время 20 на 9 25 на 6 У Резолюшена Эрайс 19 на 1 И 17 на 7 Уба Из четырех Топ Крипстатов Три принадлежит Команде Эмпайр Ну вот вам и пожалуйста Вот вам их преимущество Две с копейками По золоту И тысяча с лишним По экспириенсу Нику отправляется У нас в лес У Нику Люсен Бим вкачан У него Лунар Блейсинг есть Вот Глэйвы пока не качает Потому что дэмэджа В принципе Недостаточно Ну и пошла команда Эмпайр Искать жертву Думали что здесь есть Славя Славя вообще не здесь Славя здесь как-то Один раз слился Больше сюда Я смотрю желания У него никакого Возвращаться Сайлент Через Рокет Бараж Через Флэк Кэнон Ракета здесь В принципе не нужна Есть кому остановить Через Найтмэр Есть кому засловить Через Томп Стоун Ну и есть кому Подамажить Похарасить Тоже есть кому Поэтому может Сайлент В классический Скилл билд у нас пойти Так отваливается Луна Ну и что Время посмотреть Кто что нафармил Пять минут как-никак Две с плюсом Эмпайр по золоту И почти полторы По экспириенсу выигрывает Начнем с команды Бэйсикли Анноу Шачло У Шачло У Шачло уже есть Боттл Есть Таут Шилд 660 на руках У Рубика Тапок И больше в принципе Ничего Для Скайрос Мага Вообще ничего Даже тапком не пахнет У Луны есть тапок Есть Трингов Протекшн И это очень печальная история Для Ника На самом деле Три крипа всего Убил Ника За пять с лишним минут Три крипа И одна смерть Неприятная история Совершенно Резолюшн фармит Уже за Т1 Два Кабана есть Если что Тауэр есть Кому потанковать Резолюшн принялся Сносить здесь Тауэр Скорее всего Так Драгон Найт Отправляется на нижний лайн В это время Есть 1000 голды На руках у Эрайза Так Должны ловить здесь Квапу Стан пошел в нее Есть в принципе Блинк Хватило бы ХП Да Хватает ХП Улететь к Квапе Но Недалеко В итоге Драгон Найт У нас разваливает Кинув Пейн Дальше за Слави Слави здесь 100% Погибает Резолюшн в это время Наорал еще и на Шачло Шачло тоже в таверну Два в один Подрались Улетает отсюда Рубик Даблкил делает Алоха Дэнс В этом файте 570 голды Зарабатывает команда Эмпайр И по экспириенсу 650 для них Ну и много денег Косило 5 для Алоха Дэнса Кстати он по-моему 4 Да 4-0 Доминейтинг стрик Для Андаинга Так Сайлент у нас на гирокоптере Остался один-одинешенек На Топ-лейне Тиммейты в это время гуляют Ну где у нас Кстати Алоха Дэнс Возвращается на топ-лейн Тут Сайлента в соло Оставлять смысла В принципе нет Все-таки Скайросмак Например Плюс Луна Да плюс Ника В соло Сайлента разбирают Под Сайлентсом Это не проблема Совершенно Проседает Очень сильно По фарму И по Экспириенсу Ника У него только 4 на 0 Крипстат На 8-ой минуте Согласитесь Немного дико это смотрится На Луне Ну и Помимо этого Четвертый левел Ну смотрим Что будет с Ника Том Стоун под ноги Немножко засловили А дальше гирокоптер Через колдаун Тут даже и дэмэдж С руки Не пришлось Сайленту наносить Максимум 1-1,5 удара Все Минус Мейнкерри команды Бэйсикли Аноун Который у нас По Нетворсу Вообще за чертой бедности Третий С конца идет Ника Ну это печальная история 4 тысячи у гирокоптера И тысяча голды Для Луны Сайлент уже Подпушил Под Т2 В это время Команда Бэйсикли Аноун У нас Фактически В нижней половине Вот здесь Вот сконцентрировано Три игрока На нижнем лайне Один на мидлейне Это Райс И еще один На мидлейне Это Рубик А в это время Крипы у нас Бьют уже Т2 И никого нет желания Ну может желания Есть возможности Нет подойти И подсейвить Собственный Тауэр 5 тысяч Золото Импайр По экспириенсу 3 тысячи Тоже для Империи Ну что Разваливают здесь Квин оф Пейн Справились с ней На Ураша Чло Через Кукшот Через Батриасаут Коги тоже Очень удачно Были поставлены Ну и первый Килл для Нико Луна зарабатывает Немного денег И поднимает Вот уже Пятый Лелло Удивительно Конечно Что до сих пор Нет ульты у Луны А с другой стороны Мы видели Что с ней происходило По фарму Ни тебе денег Ни тебе экспириенса Ни тебе почета И уважения Импайр Понятное дело Там не жаловали Вообще Нико На собственной Харде У Гирокоптера Уже есть Фейсбуцы Есть рингов Аквила Сейчас появится Блейд оф Алакрити Для Сайлента Ну и Что здесь Смотря что появится И Здесь На месте Эншитов Ну немного совсем денег Останется до появления Яши Команда Эмпайр Давит Команда Эмпайр Увереннее Смотрится в файтах И Бейсиклян В основном Чем занимаются Разбегаются в файтах Поэтому Не лишним будет Добавить себе Скорости атаки Скорости бега К Гирокоптеру Под сейф Если что есть Под хил Тот же Сол Рип Тот же Урн оф Шадлс Есть Вот Сайлента Если что Под сейф Просто так Сливаться не будет Поэтому Нет особой потребности В том чтобы БКБ собирать Первым артефактом Ну видим Выходит в Яшу Может даже будет Сенжин Яша А потом уже Увидим БКБ Если потребуется Попытки забрать Нижний лайн Хотя бы Т1 Команды Бейсиклян Прекращаются А Империя Начинает давить И Мидлейн Падает Точнее Т1 По мидлейну Гирокоптер Забирает Этот Тауэр И все Готовая Яша Для Сайлента Уже Кое-как Бейсиклян Пытаются У нас Подфармить Я смотрю На разных Частях Карты Но так Особенно Вот например Нижнюю линию Никто Не отпушивает Стесняется Сюда подходить Но еще бы Здесь спасется Команда Эмпайр Как минимум В лице Трех Человек Ну и Сейчас Я смотрю Бейсиклян Драться Не очень Хотят Ульт Есть у нас У Драгонайта И ульт Есть у нас У Клокверка Больше В принципе Ни у кого Луни Еще надо Немного Подфармить До Появления Эклипса У Рубика Пятый с копейками И пятый с копейками Для Скайросмага Но Скайросмаг Рубик Ну если у них такое Положение По экспириенсу Но то что Сотворили Империя Сотворила С мейнкерри Команда оппонента Это конечно Неприятность Для Бейсиклян Но в первую очередь У Бисмастера Восьмой левел И Резолюшн Уже покупает Рецепт На Некра Все Первый Некра Готовы У Гирокоптера Яша уже имеется У Квин оф Пейн Немножко остается Да в принципе Ничего тут не остается Надо просто купить себе ПТ Ну и Бестмастер Уже с первыми Некрами Все это в принципе Мы видели Для Андаинга Есть если что Урнов Шадоуз Есть Тапок Ну и по классике Наверное так Это для Алоха Дэнса Для Алоха Дэнса Уже готовы ПТ Странно Обычно Андаинги Необычно Но в последнее время Андаинги у нас Прям таки Со стопроцентным Показателем В Гвардиан Гриф Собирались В новые Супер Пупер Тапки За четыре с половиной Тыщи Золота Файт пошел у нас В лесу Или не пошел Начался Или не начался Ну-ка Нарали у нас на Шачло Шачло скорее всего Здесь остается Кабан по нему Настреливает Олесона Флай Цепляется за Шачло Ну и совсем Не длинный Хукшот В славе То ли Целился может В кого-то из тиммейтов Подальше Славе у нас На лоу хп уходит Потеряли только Шачло Ну и рай здесь Из-под стон Точно не уходит И Бестмастер Забирает для себя Второй килл На этой карте Резолюшн Топорами Добивает у нас Драгонайта Сайлента Потеряли немного Поранше Как я понимаю Не в этом файте Или в этом Тут я немножко Просмотрел Эмпайр По золоту Шесть тысяч По экспириенсу Три тысячи Тоже Для Империи Ну это много На 12 минуте Согласитесь Многовато Шесть тысяч Золота По моему Даже слишком А Олвисон Афлай у нас Аскетичный образ Доты ведет Я смотрю Вообще ничего не покупает Ему ничего не интересно Ему ничего не надо У него Триарен Брэнш Есть И есть у него Бутс оф Спит Капит деньги Скорее всего Аркан Бутсы Появятся просто странно Вроде как Команда Эмпайр Давит И давит Очень даже ощутимо А вот Если взять Индивидуально Лысона Флай Так и не скажешь Ну появляются Аркан Бутсы Хоть какой-то плюс У Алоха Дэнс Уже Посмотрите Сколько здесь Ерундистики Правда У Алоха Дэнс Доминейтинг стрик За спиной Урн оф Шадоус ПТ И 800 голды Сверху Ставит там Бу Помочь Сайленту Фармить Немножко И рецепт На вторый Некрат Для Резолюшина Уже есть в Курьере По команде Бэйсик Ляноу Луна Смогла ли Хоть на что-то Здесь разродиться Ринго Факвила Есть для Ника Есть ПТ Восьмой левел Ну это радует Что Эклипс уже готов Хотя ни одного Эклипса По-моему в файтах Не было проюсано Слави получает Шестой левел Наконец-то появляется Мистик Флэр Для Скайра Смага Ну Талисман Бутсов Спит Ну не так уж и плохо Шачло Резолюшина Сразу же Мистик Флэр Под ноги Резолюшин на лоу ХП Минус мидер Команда Эмпайр Это дорогой фраг Для команды Бэйсик Ляноу Колдаун По-двоим попадает И Райс и Слави Отсюда уходят И Шачло здесь разваливается Квин оф Пейн Просто через Крим оф Пейн Забирает у нас Шачло Сто Монен тоже в таверну Ульта пошла у нас От Луны Пока что размен 2 в 2 Загоняют Аллахаденса И отрезают его От собственной команды Врывается здесь Квапа Нарала на Ника Минус Драгон Найт Минус 3 делает в этом файте Аллахаденс И мумии заканчивают Дело Андаинга Эти маленькие Доставучие Ползающие говнюки Добивают у нас Пятого героя Команды Бэйсик Ляноун Ультра килл Для Аллахаденса И денег капнуло Просто миллиард Вообще для Аллахаденса 1200 голды В этом файте Вообще 2000 заработали Эмпайр И 3900 по экспириенсу Короче говоря Поднялись здесь Просто невероятно Квапа Вполне удачно Ворвалась в файт Аллахаденса Тоже здесь не сплоховал Под ультой Под Тамбу Всех загнал И дальше Все очень Хорошо По сценарию Команды Эмпайр Прошло Во-первых Скримов Пейн И Соник Вейв От Квапы Скримов Пейн пару раз И Соник Вейв Один раз От Квапы В принципе Без Квапы Оставили Большую часть Игроков Команды Бесиклян А дальше Уже Не проблема Для Аллахаденса Была Заработать Еще один фраг Шачло Ловят Через Праймал Руар Шачло Здесь скорее всего Умирает Нет Шачло Живой Ненадолго Шачло У нас в итоге Отъезжает Бесмастер Его забирает Ну и Некра Вместе с Кабаном Пошли настреливать По славе Минус один Делает команда Эмпайр 404 голды Для себя Зарабатывает Резолюшн Тут еще Экспы Немножко капнуло Много Влили в резолюшн А Мистик Флэйр Полностью Бесмастер Впитал В когах Но при этом Остался жив Ай-яй-яй Где-то 9000 Империя По золоту 6000 Империя По экспириенсу Сайлент ждет Когда откатится Флэг Кэнон Тут Сайленту Денежки Сконцентрирован В Эншентах Ну В принципе Сайлент фармит Я смотрю И без Того же Хелма в Доминатор Немножко До Сэнж Остается Как раз Кстати Два этих дракона И остается После убитого Дракона У Сайлента Будет Я думаю Да Не думаю А точно Будет голда Еще и там Где-то На ТПшечку Хватит Сайленту 10 с плюсом Эмпайр По золоту 7500 Эмпайр По экспириенсу И пока что Проблем для них Не предвидится 15-7 Они выигрывают По фрагам Ну и посмотрите На Нетворс Первые 4 места За команду Империя Все линии Абсолютно Не считая Только Лысона Флая Ну я уже Обращал на него Внимание Лысона Флай У нас Как будто Не участвует 5 ассистов Из 15 фрагов У него Один крип убит И один За Денайн Бэйн у нас Не присутствует В игре Лысона Флай Я так понимаю Где-то Энгри Бёрдс Еще параллельно Успевает поиграть На смартфоне Алоха Дэнс Гадлайк Вот это я понимаю Саппорт Андайн Алоха Дэнс Вообще В последнее время Просто чудеса Какие-то творит Что сейчас Что с командой Вичи Гейминг В финале Дота 2 Чемпион Слик Лысона Флай У нас отправляется В таверну 2 в 1 Пока что файт Ульта пошла У нас от Квиннов Пейнер Айс пытается Отсюда уйти И скорее всего Уйдет Ну и Некра Гонит у нас Славе У Некров 374 Мувспит Здесь 375 Странно Некра вроде Как будто Быстрее бегает Славе у нас Немножко притормозил Пытается Простопить здесь Или Некров Или кого угодно Ну и Славе Скорее всего Здесь умирает Еще бы один удар И Славе слился 50 хп Висит на нем Урн оф Шадоуз 17 хп Выживает у нас В итоге Славе А вот и Райза Не отпустят Минус Славе У Квиннов Пейн Уже Доминайтинг стрик Это по факту Минус 4 На ровном месте Делает команда Эмпайр Файтер кап Такие долгие Файты не показывает А немножко раньше Клацнуть я не мог Потому что Файт у нас Продолжал течь 12 тысяч Голды Эмпайр 10 тысяч Экспирианса У Сайлента После Сэнжин Яши Появляется 1200 голды На руках Кримзон Гвард У Андайинга У Гирокоптера Мы видели У Квапы Два Обливентстафа И немножко остается До рецепта На Оркит У Бестмастера Уже есть Третий Некра И готовится Резолюшн Судя по закупу Вообще стандартным Для Резолюшна Скорее всего Выйти в Даггер Обычно так Резолюшн На Бестмастере Собирается Ну и Бейсикли Аноун Давайте пройдемся По артефактам Шадоу Блейд Есть у Драгон Найта До Сильврейдж Еще копить и копить Эррайзу Эррайз Будет ли врываться В кого-то Ну я думаю Что себе дороже На самом деле Врываться Уже здесь Always on a fly Поставили вард И Эррайза В принципе Увидели Даже прокликали По нему Такой Эррайза Ничего особенного Нет у Рубика Ой-ой-ой-ой-ой Резолюшн Куда ты влез Вообще Резолюшн Под Т2 Собственно Поймали игроки Команды Basicly Unknown Где здесь Здесь у нас Ника был жертвой Чуть не развалился Вот резолюшн В соло Налог ХП шатшло Налог ХП Нику А фраг достался Команде Basicly Unknown 950 голды За мидера Команда Эмпайр 1250 1275 За него же По экспириенсу Ну дороговатый Резолюшн Курс на резолюшн А сейчас по-моему Очень высокий Транквил Буци Сол ринг На Рубике Луна у нас Огр Клап Имеет Еще собирать и собирать До БКБ Нику Есть тапок Буцов Пауэр Трэдс Точнее Есть Ринг оф Аквил Ну плохо Очень все Очень плохо Глеммер Кей Появляется для Шачло Есть Ранквил Буци Также и есть Боттл Шачло тоже здесь Не блещет Ну посмотрите на его КДА 057 Откуда тут Бли Куда тут Блистать вообще Клокверку 12 голда Эмпайр 10 экспириенс Продолжается Доминирование Российского коллектива Ребят Напомню для всех Кто подключился Это матч Который уже у нас Проходил Который прошел Еще 4 мая И сейчас Мы просто Смотрим Этот матч Через Дота ТВ И я Вдруг Комментирую Это в лайв режиме Это студия Игрокам ТВ Вот Ну последние 2-3 дня Этим и занимается Пока интересных Матчей Лайвовых Нет Смотрим То что нам В силу разных причин Пришлось пропустить И комментируем В прямом Эфире В лайв режиме Специально для вас На нашем канале Не забывайте Подписываться На этот канал Для нас это Очень даже важно Ну что Эмпайр в это время Забирает у нас Рошана На 20 минуте Первый Роха у нас падает Никто даже Думать себе Не мог Выходить на него Ну Basic Anon Так точно Им тут на линию Выходить страшно Не то что на Рошана Переместиться 14 тысяч по золоту Эмпайр По экспириенсу 10 с копейками Тоже для Империи Basic Anon В это время Втроем по Топлейну Может быть Т1 по легкой Получится Хоть ударить Один раз Ну и Нико Скромничает Нико понимает Что если сюда 2-3 ТП будет То у Нико Будут огромные проблемы Basic Anon Пока что не способны Файтиться Ну решили Разменяться Я так понимаю Таурами Игроки обеих команд Эмпайр подпушивает В это время Нижнюю линию Здесь тебе И Квапай И Андайинг И Резолюши На Бестмастере Always On Offline На Бэйне Гирокоптер идет В это время По мидлейну Собаку уже взял Себе Сайлент Дэмэджи у нее Теперь Жесть как много Плюс 30% Ну все Смещается на Т2 По низу Т2 падает Внешний Таур Остался только на топе И это Т2 В это время Команда Бесикли Аноун забирает Т1 по топлейну Ну а Эмпайр не скучает Эмпайр решили Заходить на хайграунд Вы идете Пушить Т2 Мы идем Пушить вам Т3 И сносить в сторону Окей Славе Единственный Кто здесь на дефе Поблизости Сто на мэн Под смоком Через фейдболт Пачку крипов забирает Но здесь есть некра И некра по моему Уже третьего левела На резолюшине Да так и есть Третьего левела Некра Дэмэджа много Кримзон гвард Произвал У нас алоха дэнс Томп стон Пока что не тратил Просто если кто-то подойдет То Тогда тамба будет От алоха дэнса Пока что сейвят здесь Сайлента Но здесь есть аэгис Поэтому сайлент еще и не планировал Даже близко Бион Гадлайк Уже от алоха дэнса И еще один килл И минус 4 Девает команда Эмпайр Бэйсик Ля Аноун Теперь уже и в пятером Отправляются в таверну Тим Вайп на 23 минуте Нервы команды Бэйсик Ля Аноун Не выдерживают Ну что Это на сегодня у нас уже Четвертый матч В котором принимает участие Бэйсик Ля Аноун У нас такая подборка Своеобразная матч И решили испытать Все наши СНГшные топ коллективы На прочность Таким коллективом Как Бэйсик Ля Аноун Следующие две игры Следующая игра В формате Бэст оф 2 Это Бэйсик Ля Аноун Против Нави Мы уже посмотрели Как Виртуз Протом Первый раз Слились Второй раз Выграли у Бэйсик Ля Аноун Посмотрели Как два раза БУ у нас Были наказаны Команда Эмпайр Теперь глянем Как там на их фоне Смотрится Нави Вот И дальше Вот Дальше На повестке у нас Натус Винсер Поэтому не переключайтесь Не забывайте подписываться На наш канал Заходите в группу ВКонтакте Пишите в личку Или пишите в чат По возможности Буду отвечать Пока что небольшая пауза Где-то 5-10 минут Я перезагружу игру Немножко отдохнем И Ворвемся на Следующие два матча Нави Против Команды Бэйсик Ля Аноун До скорой связи Не расслабляйтесь Впереди будет еще много Интересного Субтитры создавал DimaTorzok